Новый остров в Арктике открыли школьники из Шоршел в рамках Всемирной космической недели. Сделали они это благодаря геопроекту, разработанному аэрокосмической компанией Рисксад. Важное географическое открытие – отправная точка для будущих исследований. Были времена, когда школьнику не хотеть стать космонавтом было так же странно, как, например, не хотеть мороженого. Сегодня приоритеты, безусловно, изменились, но желание выработать сильный характер, как у космонавтов, по-прежнему ценится высоко. Девятиклассник Павел Михайлов серьезно изучает физику, географию, занимается спортом. С малых лет его интересовали тайны космоса. Сейчас мне поступило предложение от Алексея Кучейко еще один год работать дистанционным зондированием Земли. Исследование мира по спутниковым снимкам разных архипелагов, островов, морей. Занятия в космической школе только укрепили его в желании связать свою будущую профессию с космосом. На космической неделе Павел вместе со своим другом Никитой Ильиным под руководством опытных коллег из Московского авиационного института успешно защитили свое открытие в Арктике. Мы работали по этим снимкам, анализировали их, изучали остров, его масштабы, его площадь и делали из этого всего презентацию. Подготовка у ребят серьезная. В школе они активно занимаются в отряде юных космонавтов «Восток». Наш отряд уже работает с 2004 года. И за столько лет работы у нас появилось очень много победителей и призеров. То, что Андриан Григорьевич – наш земляк, летчик-космонавт, он как бы пример для наших детей. С ребятами работает опытный педагог Николай Семенов. Сплав теории и практики дает результат. Мы строим летающие самолеты метательные. Для младшей группы у нас метательные в основном. Но потом средняя группа – резиномоторные самолетики. Вот они выложили, мы сейчас туда подняли. Здесь несколько моделей есть резиномоторные. Вот воздушные змеи, которые тоже мы занимаемся. Как тоже странно они бывают в республике. Выезжаем каждый год. Со всеми этими моделями команда занимала, чемпионами республики становились. Научный руководитель проекта Алексей Кучейко вышел на связь с ребятами. Ребята исследовали остров Шмидта и обнаружили очень интересную особенность. Мыс земляной, который ранее считался мысом, оказывается на самом деле уже не мыс, а остров. Образовался пролив между частью мыса и летником. Фактически это открытие, географическое открытие. Мы будем сообщать письмом русского географического общества. Новый остров пока без имени. Ребята предлагают его назвать именем своего героя-летчика-космонавта Андриана Николаева. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.